Самара готовится к главному политическому событию года. 18 сентября пройдут выборы в областной и федеральной парламенты. И от их результатов многое зависит. Об этом говорилось и на расширенном заседании Городской думы. Центральное место в повестке дня – выступление главы города перед депутатами райсоветов. Сегодня Самара преображается к чемпионату мира 2018 года. Строятся дороги, развязки, больницы, школы и детсады. По возведению жилья и закупкам общественного транспорта Самара не просто лидер среди регионов. Такого не было в истории города никогда. После того, как была проведена реформа местного самоуправления, подчеркивает мэр, особенно важно, чтобы каждый самарец чувствовал свою причастность к тому, что происходит в городе. Мы в этом году начали такую работу по составлению дефектных ведомостей. То есть каждый глава района в настоящий момент имеет очень серьезный объем документации, в котором прописан каждый дом, каждая улица, каждый квартал, где указан перечень всех тех недостатков, которые уродоват наш с вами город. И понятно, что мы должны значительную часть работ проводить с участием общественности. Необходимо идти во дворы, организовывать некие переговорные площадки, убеждать людей в том, что двор, в котором они живут, может быть приведен в порядок, в том числе и усилиями самих жителей. Глава города говорит о необходимости создать в Самаре атмосферу нетерпимости к беспорядку, проявлениям вандализма и коррупции. Факты незаконной торговли, нелегальной рекламы, бесхозных автостоянок необходимо выявлять более активно. И здесь именно общественная инициатива может принести пользу. Одной из новых форм работы, хочу отметить, что будет работать телефон горячей линии. Это впервые у нас в работе городской думы. Этим уже пользуются достаточно давно различные структуры, в том числе и федеральные. Мы с вами знаем, что вопросы, которые рассматривают депутаты районного уровня и депутаты думы городского округа Самары, они различные, эти вопросы касаются, конечно же, и благоустройства, и вопросы личного характера, вопросы дворовых территорий, внутриквартальных дорог. На предстоящих выборах жители должны проявить гражданскую активность, чтобы люди пришли на выборы и своей явкой максимально обеспечили прохождение депутатов в Государственную думу. Если Самаре удастся сформировать мощное представительство в Государственной думе, город сможет значительно усилить свой политический ресурс и получить более весомую поддержку, в том числе и финансовую. А для этого необходимо, чтобы каждый подтвердил свою гражданскую позицию, придя на избирательный участок. Олег Зверев, Артем Сулайманов, Максим Гусев. События.